В Европу влюблены две категории людей. Первый – это очень богатые люди, которые могут себе позволить остановиться в самых дорогих отелях, чтобы вокруг них все летали, порхали, обслуживали. Вторая категория – это люди, которые никогда в этой Европе просто не бывали. И они себе что-то представляют. Что они себе представляют? То, что видят по телевизору. У них так это все ретранслируется уже по-своему. И они дальше передают своим собеседникам, как они видят Европу, как она прекрасна. И это, конечно, это пиар. Европа – это пиар. Это очень красивая архитектура. Это правила жизни, которые соблюдают все. Хорошие они или плохие – это вопрос совершенно отдельный. Для состоятельных людей рай везде. Если мы будем говорить о крупных городах, то это сборище даже не приезжих, это сборище мигрантов, которые просто переезжают с места на место. Которые где-то устраиваются этими. Индо, афро, арабская вот эта масса, она движется. Она движется. Они там занимают… В Париже, например, они занимаются все парикмахерским делом. Если вы в центре Парижа попробуете недорого, не за 100 евро, а хотя бы там за 20 евро постричься, вы попадете обязательно в грязную, в центре Парижа, обещаю вам, в грязную парикмахерскую. Полиция не вмешивается, и они даже не стесняются этого. Это тоже очень важно знать. Важно знать людям, что полиция там не будет защищать никого. Она никого не защищает, а них там полиция хочет преследовать две цели. Чтобы все было тихо, вот любая разборка, чтобы заканчивалась тихо, это первое. И второе, чтобы ее боялись подростки. Допустим, Париж – это огромное количество городских банд, которые грабят автомобили, дома. А полиция не в состоянии справляться с ними со всеми. Вот с нами приключилась история, когда нашу машину, мы с оператором приехали туда, нашу машину прямо у подножия храма Святого Сердца, это на вершине Монмарта, ограбили, забрали технику, забрали компьютеры, забрали деньги, которые там лежали. Единственное, что оставили навигатор, благородные такие хлопцы попались, чтобы мы хотя бы добрались. Они же видят, что украинские номера на машине, чтобы мы доехали назад. Мы позвонили в полицию через своих русских приятелей в Париже. Полиция сказала, что страховка есть, нет, вам дешевле доехать домой, чем здесь начинать разбираться. Это не может быть в интересах Украины. Ну, это не может быть, и все. Как это может быть в интересах Украины, когда Европа, вот это вот центр Европы, собственно, кто там, это Германия и Франция, они живут за счет своих окраин. У них есть свои Украины, это Греция, Болгария и так дальше. Та же Прибалтик. Они вот за счет этого живут. Помните, как эти финансовые пирамиды. Перечисли мне 10 рублей, потом найди пятерых, которые по 10 рублей перечислят, и все. То есть где-то там на окраине будет кучка идиотов, огромное количество, за которыми уже людей не осталось, некому им перечислять. То есть они отдадут все деньги тем, кто в срединке. По такому принципу финансовая пирамида и построен Евросоюз. И им нужны эти окраины. Иссякает. Болгария иссякнет. Греция уже не хочет быть в этом Евросоюзе. Люди, простые люди, говорят, что они не голосовали за Евросоюз. Что они не хотели, они проклинают в этот Евросоюз. Но у них права голоса в этом случае нет. У них есть право выбора, с кем заниматься любовью, с мужчиной или с женщиной. Там у них масса всяких есть. Но на уровне курить траву, не курить, вот это право выбора. А когда глобальный вопрос решается, права выбора у них нет. Демократия, если разобраться в этом, она является самой жесткой диктатурой. Но с определенного уровня. Когда затрагивается интерес вот этих групп, которые управляют миром над государственными структурами. И, собственно говоря, если бы мы в этот Евросоюз попали, мы бы стали настоящей Украиной, то есть окраиной. Я уверен, что никакой перспективы ни у какой второстепенной страны, каковой сейчас, но в то время являлась Украина, сейчас есть ли вообще эта Украина, большой вопрос. Никаких перспектив для таких стран нет у Евросоюза. Люди и атмосфера, которая, мне кажется, это главное в любом городе. Не сравнится со славянскими городами, с Харьковом, с Киевом, с Донецком. Ну, Киев сегодня это отдельная тема. Хочу посоветовать неопределившимся людям, которые, ну, скажем так, они не до конца уверены, что Европа это рай. Я хочу посоветовать, потратьте деньги, поедьте туда, посмотрите, а потом сядьте в автобус или в поезд и поедьте в Россию, поедьте по Золотому кольцу. Не надо в Москву ехать. Москва это мегаполис, тоже там масса своих. Поедте, вы увидите, что в городах, в небольших городах атмосфера прекрасная, очень красиво. Города сейчас очень богатые. И когда говорят, что там какая-то нищая, вот я такую фразу слышу, нищая российская глубинка, ну, это, тут комментировать это, это явно люди, которые вот просто не были, они ни в Европе, ни в России не были. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok